Добрый вечер, уважаемые земляки! Коротко об итогах дня. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе находится под полным контролем вооруженных сил Украины и военной администрации. Вражеские войска успешно сдерживаются на дальнем периметре. Ближние точки боестолкновений примерно 50 километров от города и дальше. Боевой дух у наших защитников высоких и они готовы сражаться за каждый сантиметр одной земли. Не раскрывая военной информации, могу сказать, что сегодня наши поработали хорошо, даже очень хорошо. Причем поработали на упреждение. Неся потери в открытых столкновениях, орки продолжают массированные обстрелы наших мирных территорий. Ночью попали в элеватор в Криворожском районе, в объект энергетической инфраструктуры в районе Зеленодольска. На этих объектах никогда не было военных. И они точно не имеют никакого отношения к армии. Окупанты просто проводят тактику выжженной земли. Пострадал один гражданский. С ранениями средней тяжести он эвакуирован в больницу Кривого Рога. Ему оказана вся необходимая помощь. Также днем велись обстрелы в районе населенных пунктов на границе Херсонской области и Криворожского района. Трижды за сегодня орки обстреляли кассетными снарядами большую костромку на границе с Херсонской областью. Кассетные боеприпасы еще раз скажу это варварское оружие запрещенное во всем мире. Слава Богу, жертв нет. Вместе с военными продолжаем очень большую работу по укреплению наших позиций, материального, технического обеспечения. Тоже не могу раскрывать подробную информацию, но за последнее время оборона города и региона еще значительно усилилась. Мы готовимся, а правильнее сказать готовы к любому варианту развития событий. Еще из хороших новостей с сегодняшнего дня в Кривом Роге проезд в коммунальном транспорте бесплатный не только для всех жителей Криворога, как вот уже год. Это мы сделали в мае прошлого года, а для всех, в том числе военных, переселенцев, жителей Криворожского района. Сегодняшнее непростое время, чем можем, всегда помогаем людям. В первую очередь, это важно для переселенцев. Зачастую люди, которые приезжают к нам или переходят пешком из зоны боевых действий, из оккупированных территорий, не имеют при себе даже вещей первой необходимости. Чтобы вырваться из оккупации, люди даже идут босиком через броды. Помогать людям, вырвавшимся из-под обстрелов, я считаю, это наш долг. Также хотел сказать, что сегодня на сессии Горсовета создана комиссия по переименованию топографических названий, в первую очередь, связанных с Россией и Белоруссией. Кто-то скажет, что не время сейчас. Есть вопросы поважнее, давайте потом. Но я скажу, что не может быть в Кривом Роге улиц таких, как, например, Московская, Волгоградская или вот особенно Бурятская, когда в 50 километрах от города зверствуют подразделения орков из Бурятии. Буряты. В городе по-прежнему обеспечена стабильная работа всей инфраструктуры, газа, вода, энергообеспечения. Работает городской транспорт, все коммунальные службы. Обеспечено усиленное патрулирование города. Проводится контрдиверсионная работа. Город живет, все вместе работаем на нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.